Обещали сдать в конце января, но так и не довели до конца начатое дело. В Набережных Челнах в скором времени возобновится капитальный ремонт восьми подземных переходов. Напомню, масштабная реконструкция началась еще летом прошлого года, но до сих пор не завершилась. Не исключено, что переделывать придется и тоннели, попавшие в программу ремонта еще два года назад. Подземный переход на остановки рынок и еще шесть объектов попали в программу капитального ремонта в 2015 году. Однако радость горожан от реставрации была недолгой. По стенам и потолку пошли трещины, а навесы, которые должны защищать ступени от осадков, не справляются с задачей. Я отношусь к сожалению, иду и всегда говорю, только делали и уже течет. Двоечники делали, надо сразу подлатать, пока будет лето. Вы же видите, тут сыро. Видно ведь, что капает. Просто сегодня сухо и снега нет. А дождь будет, капает, очень капает. Схожая ситуация в подземке на остановке электротехников. Он вошел в список восьми объектов, в которых летом прошлого года начался ремонт. Работы полностью не завершены, но уже установлены навесы, которые не прошли климатическую проверку. После повышения температуры талая вода стала просачиваться сквозь швы покрытия. Плохо, конечно, когда с потолков капают. Хотелось бы, чтобы с потолков не капало. Ремонт в подземных переходах должен был закончиться еще и в январе текущего года, но на календаре март, а реконструкция до сих пор не завершена. Подрядчики возобновят свои работы только тогда, когда будет стабильно плюсовая температура. Как отмечают в подрядной организации, сроки завершения капремонта сдвинуты. Часть работ, а именно покраску и герметизацию навесов, проведут во втором квартале этого года. В случае, если пад, в ведении которого находятся переходы, выявят недостатки, подрядчик будет устранять недочеты. Согласно гарантии, ремонт в подземках должен продержаться не меньше пяти лет. Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко, Челны, 24.